Первые весенние грибы называются сморчковая шляпка. Близкий родственник сморчка. Весьма и весьма вкусный гриб. Вот растет у нас он в предгорьях. Сморчковая шляпка появляется через две недели после того, как сходит основной снег, является одним из первых грибов Зайлийского лотала. Так он выглядит. Небольшой, аккуратный гриб. Любит лиственные такие вот заросли. Вот это вот прекрасный королевский гигантский сморчок. Видно, что он достаточно крупный по размеру. Тут их сразу с десяток, может быть больше. Вот так они любят тенистые места и растут обычно сразу небольшими группами. Вот это вот классическая энталома, значит бежевого цвета. Так вот он выглядит. Очень вкусный съедобный гриб. Очень хорошо подходит для жарки. В принципе, для других видах приготовления. Еще одно популярное название этого гриба подабрикосовик или подурючник. Что вот он растет в таких вот зарослях, в предгорьях, где много дикого абрикоса, яблони сиверса. Вот только нужно немножко наклониться, чтобы их разглядеть. Вот это вот, видите, классический вид майского гриба. Он такой боровичок, хорошенько толстенькая ножка. Такой вот он, характерной формы. Гименофор пластинчатый и пластинки очень близко друг другу располагаются. Весенний гриб называется майский гриб или рядовка майская. Обычно они достаточно большими группами появляются. Вот нам удалось найти. Это вот другой вид. Видно, что это не эталома. Такая более бежевая у него как раз гименофора. Вот более длинная и твердая ножка. Даже немножко полой внутри. Это, очевидно, плютый. Тоже съедобный вид, но обычно попадается позже, а тут появился сегодня мая. Вот такие шампиньончики после дождя появились. Сморчковой шляпки. Сморчков нету, но вот есть шампиньоны. Но тоже неплохо. Ножка у этого гриба из-за того, что видите, у нее чуть фиолетовая ножка. Даже большое плодовое тело сохраняет цвет этой ножки. Не путать с Центалумой или под Крагачником народное название, которое тоже здесь встречается. Вот первый подберезовик в этом году. Еще май месяц. Они уже начались. Май месяца. И вот, пожалуйста, ни много ни мало подберезовики. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok